Вернуться в прошлое на несколько тысячелетий назад кажется нереальным, и все-таки это возможно. Спросите, как? Стоит просто посетить музей. В Кровеческом музее имени Кузнецова проходит выставка «Холодные оружия и доспехи». Коллекция начала формироваться с начала существования самого музея. Сабли и шпаги. Эти оружия считаются археологической ценностью и привлекают внимание забайкальцев. Только представьте, что эти металлические лезвия использовались в Отечественной войне 1812 года. Здесь находятся экспонаты 19 века. Так и хочется полностью погрузиться в историю и прикоснуться рукой хотя бы к одной из шашек. Но это сделать невозможно, так как все экспонаты перегорожены стеклом. В музейно-выставочном центре тоже проходит выставка «Оружие и доспехи». Часть представленных работ сделаны руками организаторов. Здесь можно не только потрогать экспонаты, но и примерить их на себя. Каркасная палатка викингов, колодки, кольчуги. Для современного человека эти предметы кажутся немного чудными и необычными. Поэтому посетители музея шутят и придумывают новые способы использования экспонатов. Вот это у нас кераса, то есть доспех именно уже европейского рыцаря 14-15 веков, именно оконного. Когда у детей спрашиваешь, для чего же, все-таки на керасе делался такой прюк, и начинаются детские версии. Ну, самое основное, как ни парадоксальное, переключение передачи лошади. Это первая, вторая скорость. Вторая версия, как бы, чисто женская. То есть, вышла я из средневекового бутика, куда сумочку одевать, чтобы ручки были свободные. Повесила, ручки свободные, можно уже спокойно краситься. А на самом деле, вот этот крюк нужен был для копья. Копье клалось на этот крюк, подмышку, и уже спокойно рукой регулирую удар там выше, ниже, влево, вправо. Кому как было удобнее. Ну и вот тоже очень интересный экспонат нашей выставки, шлем под названием «Шишак». Ну, когда детей спрашиваешь, для чего нужна кольчужная барница или наносник, они понимают все прекрасно. То есть, именно для защиты. Но когда задаешь вопрос, для чего нужна вот эта антенна на куполе, начинаются версии. Это у нас и громоотвод, это у нас и Wi-Fi, и связь с космосом, и пульт управления воином. А на самом деле, вот на этой навершии, перед боем, вешались разнообразные хвосты, ленточки, флажочки, чтобы на поле брони можно было определить, свой это воин или чужой, ну, чтобы своим по шейке не стучать. Посещайте музеи и помните, что познавать историю не только полезно, но и интересно.